Доброе время суток, уважаемые моделисты! Сегодня представим новый обзор. Только что вышла модель из печи и сразу к вам на экраны. Фирма Model Suite. Самолет М-17. 72-й масштаб, украинская фирма Model Suite. Смотрим, что находится внутри, разбираемся. Вот она коробка этого замечательного, красивейшего самолета. Модель выпущена в ограниченной серии Limited Edition. Количество деталей в наборе 167. Размах крыльев самолета модели 560 мм. Длина самолета 318 мм. Красивая картонная коробка, красивые рисунки, красивые фотографии. На боках два варианта, которые предлагают нам выбрать и собрать производитель. Давайте я открою, покажу вам, что внутри. Ледники серого цвета. Модель выполнена в традиционной для данной фирмы. В традиционном стиле LND, летио низкого давления. Соответственно, качество сборки, она будет тяжелой. То есть, не для молодых, неопытных моделистов. Результат будет, конечно, хорошим. Но если модель хорошо собрать. Давайте покажу поближе ледники. На самом деле, облоя нету. Ну, почти нету. Конечно, есть, но в очень маленьком количестве. Обрабатывать, конечно, придется. По поводу сборки, по поводу стыковки, сказать не могу. Модель, как я повторюсь, только вышла в свет. Только вышла на рынок, на модельный. Длина крыла. Впечатляет. Первый летный образец был изготовлен на вертолетном заводе в городе Кумертау в 1978 году. Но, к сожалению, при испытании пробной рулежки погиб пилот. Ну, и образец, да, первый образец, он как бы тоже потерпел катастрофу. Такая невеселая история. В 1982 году уже на Смоленском авиазаводе был изготовлен второй образец, который успешно поднялся в воздух с аэродрома в городе Жуковском в 1982 году. Весной 1990 года самолет установил 25 мировых рекордов высоты, скорости, скороподъемности для самолетов массой 16-20 тонн, означенным одним турбореактивным двигателем. И в том же 1990 году был построен третий экземпляр самолета, который стал последним. В третий экземпляр был вооружен пушкой для борьбы с аэростатами. В дальнейшем проект получил развитие как М-55 «Геофизика». Максимальная скорость самолета на высоте 20 000 метров составляет 743 км в час. Экипаж – один пилот. Давайте посмотрим прозрачные детали, что нам предлагает производитель. Прозрачная деталь не очень хорошего качества. Как я вижу, толстый пластик с искажениями. В комплекте в наборе идет маска, набор окрасочных масок для кабины, пилота, что облегчит труд моделиста. Декаль. Два листа декали. Декаль качество хорошее. Такая не глянцевая бумага. С виду тонкая, точно сказать не могу. Фототравления в наборе я не нашел. В нем, наверное, нет все-таки. Но зато есть прекрасная цветная инструкция. Она была бы еще прекраснее, если бы была так же и на русском языке. Но, к сожалению, производитель дает только английский и украинский язык. Краска, которая должна быть использована при покраске модели на первой странице. Дана под краску фирмы Humbrol. На первой и второй странице идет, что содержит напор. Все литники, декаль, набор окрасочных масок. И пошла постепенно сборка модели. Все в 3D проекции давно. Все красиво, печать хорошая. Самолет будет большим. Очень красивым, как мне кажется, по моему мнению. Дана также в наборе лестница пилота. Что тоже хорошо. Можно сделать какую-нибудь диораму. Небольшую. Или большую, кому как удобно. И на последней странице, на последнем листе, даны как раз два варианта окраса самолета. Это борт, который находится в музее Монина. И борт. Написан другой лётный экземпляр. Вот это как раз, наверное, не из геофизика. Как я предполагаю. Решение проблемы от зонного слоя. Вот. Такой набор. Вот такая модель интересная. Напомню, что это фирма Model Suite. Артикул модели 72024. Приобрести данную модель вы можете на нашем сайте i-modelist.ru Кому понравилось, ставьте лайки. Нам это нравится. Ждём вас снова на нашем канале на YouTube. Пока-пока.